То, что маленький Володя Шухов удивительно одарен математически и инженерно, стало ясно еще до того, как он достиг гимназического возраста. В Пожидаевке, имение своей бабушки в Курской области, он придумывал фонтаны и даже построил на соседнем ручье действующую модель мельницы. В четвертом классе он решил доказать теорему Пифагора, но не классическим, а собственным способом, без рисования надоевших всем пифагоровых штанов, что во все стороны равны. Учитель посмотрел на доску, на мальчишку, снова на доску, поправил пенсне и подвел итог. Правильно, но не скромно. И вывел в журнале неудовлетворительную оценку. Но отвадить Шухова от науки преподавателю не удалось. В императорское московское техническое училище, сегодня это знаменитая Бауманка, юношу зачисли в казино-кошетные воспитанники, то есть приняли на бюджетное отделение, да еще и с пансионом. Решать технические вопросы Шухов стремился нетрадиционным и красивым способом. Он часто повторял, что красиво смотрится, то прочно. Первым официально зарегистрированным изобретением стала паровая форсунка. Она распыляла с помощью водяного пара густой мазут в топку и превращала его в горючее для правых двигателей. Сделал свое открытие Шухов, будучи студентом, и оно было не единственным, так что диплом защищать ему не пришлось. Документ выдали по совокупности работ. Его очень уговаривали остаться на кафедре и посвятить себя науке, но Шухов выбрал для себя иноу стезю. Практика, работа инженером. Для потомственного дворянина это было весьма неожиданно, но мир менялся. И Владимир Шухов был тем человеком, который, как никто другой, чувствовал эпоху. Его интересовало все новое. Он искал собственный путь и стремился найти неожиданное решение, не только в технических задачах. Например, поступил вольнослушателем в медицинскую академию. Подтолкнул его к этому знаменитый врач Николай Пирогов, друг семьи. В ходе бесед с хирургом у юного ученого зародилась мысль, что прототипы новых механизмов надо искать внутри самых совершенных творений на планете. А именно, живых существ. И прежде всего, человека. Так что Шухов пошел изучать анатомию. В 21 веке это направление называется биотехнология, а гениальный инженер минувшего столетия называл его биоподобием. В 1876 году изобретатель отправился на стажировку в США. Именно там он познакомился с человеком, который во многом изменил его жизнь. Позже гражданин Америки по семейным обстоятельствам перебрался в Россию. Александр Баррис, присущий Янке Хваткой, включился в новый бизнес – нефтяной. Ему позарез был нужен талантливый инженер Владимир Шухов. За несколько лет Шухов в нефтяной промышленности изменил буквально все. И в добыче, и в транспортировке, и в переработке. Был построен первый нефтепровод – Балаханы, Черный город. Он придумал первые в мире цилиндрические резервуары нефтехранилища и создал первые в мире нефтеналивные баржи. Вершиной его нефтяной деятельности стало изобретение крекинга, который он запатентовал в 1891 году. С помощью этой системы можно было разделять нефтяные фракции и в промышленных масштабах получать автомобильный бензин. Идея опередила время. Воплотить ее на практике удастся лишь в 30-е годы. Перечень его работ необъятен. Только мостов он спроектировал около 500. Он придумал удивительную сетчатую оболочку перекрытия для верхних торговых рядов – ныне ГУМ. Создал дебаркадер над пероном Брянского Киевского вокзала и рассчитал стеклянные перекрытия в музее имени Пушкина. А еще по просьбе Савы Морозова сконструировал поворотную сцену для художественного театра. Конечно, особняком стоит его башенное строительство. По легенде, идею гиперболоида ему подала перевернутая ивовая корзина, на которую кто-то из домашних поставил тяжелый кашпо с цветком. Витые прутья выдержали нагрузку, которую никогда не смогли бы удержать прямые. Инженер докрутил идею и придумал ажурную башню. Патент на нее был подан в 1896 году. В тот же год башня предстала на Нижегородской выставке. Конструкция произвела фурор. Заказы посыпались один за другим. По аналогичной технологии были возведены не только сотни башен, но и отжигольский маяк. При этом знаменитый инженер фабрика не был чудаковатым профессором-затворником. Он был веселым, легким на подъем человеком с дюжиной хобби. Например, победил на любительских городских соревнованиях по велоспорту, отлично играл в теннис и гонял на лыжах. Но сам о себе часто говорил так «это я по профессии инженер, а в душе я фотограф». Благодаря его фотографиям до нас дошли картины из жизни дореволюционной Москвы. После революции Шухов остался в СССР, хотя Барри и иностранные партнеры настойчиво уговаривали эмигрировать. «Мы должны работать и работать, независимо от политики. Башни котлы и стропила нужны, и мы будем нужны», – записал инженер в дневнике. Он мог успеть многое, но в 1939 году его жизнь трагически оборвалась. Он случайно уронил свечу, а пропитанная одеколоном рубашка вспыхнула. Владимир Григорьевич получил тяжелые ожоги, от которых не оправился, и 2 февраля 1939 года скончался. Родные вспоминали, что до конца дней он сохранял свойственное ему чувство юмора. Во время перевязок приговаривал «погорел академик». После Шухова этого да винчи XX века осталось столько открытий, сооружений и достижений, что порой трудно поверить, что столько успел создать один человек. Редактор субтитров А.Семкин